Непреодолеемые преграды на пути водителей в юго-восточных районах Забайкалья возникли всего лишь за одну ночь. После бурана, прошедшая в этой степной зоне, снежный накат перерезал региональные дороги. Владимир Лишенко выяснял, где можно проехать, а где нет. Союз снега и ветра в очередной раз сыграл злую шутку с дорогами в юго-восточном Забайкалье. Из-за снежных заносов встали более десятка автомобилей. Выручать их поехали сотрудники ГИБДД, МЧС, организуют помощь и местные власти. Было спасено пять машин, но шестую машину не смогли спасти, а самая большая была машина фура. Причина занос дороги полностью, и даже грейдер не смог вытащить эту машину. Особенно напряженная ситуация складывается на дороге Забайкальск-Приаргунск. Там заносы 4 метра в высоту. В сложную ситуацию попадает даже спецтехника, посланная на уборку. Дорожников можно сегодня увидеть на всех региональных трассах приграничья. 110 километров именно столько составляет протяженность трассы Забайкальск-Краснокаменск. Мы проехались по всей протяженности этой дороги, и заносов нигде не обнаружили. Работают грейдеры, но водителям следует обращать внимание на погодные условия. Снег свежий, и при малейшем порыве ветра он снова бляжет на дорожное покрытие. Большие завалы снега также и в населенных пунктах. В Краснокаменске расчищать улицы вышли несколько десятков дворников. На дорогах сантиметров 50 высотой, наверное, снег лежит. А на дорожках сантиметров 20-30 нанесло. Мы сегодня с утра работаем, и даже никакой передышки нет. Сейчас на самых опасных направлениях сотрудники ГИБДД Забайкальского района выставляют экипажи. В их задачи входит предупреждение водителей о том, насколько проходима трасса и есть ли объездные пути. Хотя статистика жертв непогоды, увы, уже открыта. Всего на территории Забайкальского района за истекшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. Из которых два с материальным ущербом и одно, в результате которого пострадал один человек. Инспекторы ГИБДД не устают напоминать водителям, будьте внимательны на дорогах. И лучше, если есть возможность, поездку на юго-восток края перенести хотя бы на сутки. Владимир Лишенко, Вести, Чита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова